А сейчас выступает господин Линос Антанос Линкевич, уважаемый министр иностранных дел Литвы. Благодарю вас, благодарю за брифинг, господин генеральный секретарь, господин председатель. Желаю вам Нового года, Нового года золотой козы, и также всем нам. Организация обменных наций в 1945 году была создана после ужасающих преступлений Второй мировой войны на фоне Холокоста, на фоне миллионов смертей. Выступая на Сан-Франциской конференции, президент Трумэн заявил о том, что разрушение и жестокость мировой войны в случае необузданного ее характера приведет к гибели всей цивилизации. Необходимо добиваться того, чтобы был сделан выбор либо ХАУС, либо мировая организация, которая будет заботиться о мире. Когда подписали в 1945 году устав ООН 50 государств, Литвы там не было из-за оккупации СССР, когда другие праздновали падение гидриджского режима и нового порядка. Сталинская тоталитарная власть захватила судьбу Литвы. 300 тысяч литовцев были депортированы во время правления Сталином, были брошены в ГУЛАГ, в ссылку в Сибирь за Полярный круг или в Среднюю Азию. Учителя, простые домохозяйки, крестьяне за минуты были схвачены и брошены в теплушки. Многие погибли от голода и холода и не смогли увидеть свои семьи. Мой народ не единственный, который пострадал. Примерно 14 миллионов различных национальностей людей были отправлены в ГУЛАГ с 1949 по 1953 годы. 7 миллионов человек было депортировано в самые отдаленные уголки тогдашней Советской империи. Принудивительный голод и голодание голодомора на Украине использовались в качестве инструмента борьбы со врагами сталинского режима, признавая победу союзнических сил, победивших Гитлера. Мы также помним о всех тех, кто лишился жизни из-за действий тоталитарных режимов в 20 веке. 50 лет спустя этого Литва выбралась из плена. В будущем месяце мы будем праздновать 25-летие восстановления независимости самого длительного периода нашей свободы в современное время. Сейчас при попытках России переписать историю и отменить преобразование 90-х годов, это юбилей становится еще более ценной. Мы должны помнить поэтому о том, что международный сообщественный исследователь теряет бдительность, и он создал для того, чтобы спасти грядущие поколения от бедствий войны и для того, чтобы обеспечить соблюдение принципов институциональных метров, благодаря которым вооруженные силы не будут применяться, кроме как случаев общего интереса. Однако сейчас мы в Европе видим, что вооруженные силы России используются в порядке нарушения современных прав государств. Господин председатель небольшой страны особенно рассчитывает на соблюдение Устава ООН положение международных правовых норм. У нас нет танков, систем ГРАД, систем Торнадо. Наше оружие не позволит нам защитить себя, как было и как происходит сейчас в восточной части Украины. Уважение о соблагающих норм, принципах в Уставе ООН, вот наш передний край обороны. Особенно тревожно видеть, что такие нормы и принципы Устава нарушаются постоянным членом Совета безопасности. Исключительный статус постоянного члена был дан стране для того, чтобы она выступала в качестве хранителя наивысшего интереса мира, о чем столь красноречиво и ясно говорит Устав. Зачем Россия ведет войну против соседей? 70 лет спустя прекращение мировой войны. Россия, которая ужасно пострадала от мировой войны, лучше всех должна понимать цену мира и стабильности, а взамен этого она нарушает границы, установленные в Европе. И Приднестровье, и Абхазия, и Южная Осетия представляют собой систему поведения, вмешательства России в дела независимых государств. Украина подвергается нападениям российских спецназовцев и добровольцев год тому назад силой захватили Крым и призывала к тому, чтобы провести заседание по Украине в Совете Безопасности. С того времени прошло 30 заседаний в Совете Безопасности по этому вопросу. Мало что изменилось. Даже сейчас подконтрольные России силы по-прежнему нарушают самое последнее соглашение о прекращении огня в порядке нарушения резолюции 22 Совета Безопасности. Гуманитарные конвои России по-прежнему проходят через границу в руки ополченцев. Провокации продолжаются за линией соприкосновений, как мы видели по вчерашним терактам в Харькове. Тысячи погибли, миллионы стали вынужденными переселенцами на Украине. Единственное их стремление – это было вступить на европейский путь развития. Нас требует украинская пропаганда только за то, что Украина хочет отказаться от коррупции и кумовства. За это их называют фашистами. Мирный процесс шествия на Майдане рассматривается в качестве захвата и госпереворота экстремистами. Однако признание европейских ценностей – ведь это не преступление. Пропагандистская манипуляция Кремлем фашистской картой время от времени – это безответственное и, собственно, опасное предприятие, особенно в такие времена, когда прилагаются усилия для того, чтобы отбелить пакт Молотова-Риббентропа. Сейчас, когда мы приближаемся к 70-летию ООН, все государства без исключения должны заново заявить о своей решительной однозначной приверженности делу ценностей Устава ООН и делу нормы и принципов международного права. Любые вещи, которые были меньше этого, особенно попыткой перечертить международные границы, будут представлять собой предательство памяти всех тех, кто добился для нас мира 70 лет тому назад, рискуя своей жизнью. Они сделали это. И мы также подорвем свое будущее, будущее человечества. Цитирую еще раз президента Трумана на Сан-Францисской конференции 70 лет тому назад. Он заявил о том, что мы не должны жертвовать будущим молодежи и уступать требованиям сумасшедших, которые пытаются добиться господства в мире. Вашими усилиями нужно закладывать кирпичики в здание завтрашнего дня, основанного на справедливости в мире. Благодарю вас, господин председатель. Я благодарю его превосходительство, господина Линкевича, за сделанное заявление.